Дорогие мои, дома приятное такое ощущение после церкви. Ну и сейчас мы пойдем на кухню, надо же приготовить что-то, да, начинка, помните? Если кто-то не знает о чем идет речь, что начинку мясную, вчера были рублены мясные оладьи, там я подготавливала начинку, зайдите и посмотрите. И я хочу сегодня сделать, почему-то очень давно я не готовила, потому что то Лариса, то кто-то еще готовил. Я хочу приготовить пирожки на кефире, жареные пирожки, как делала моя бабулечка. Сейчас мы сварим картошечку, то есть начиночку и замесим тесто. Вы согласны? Все, пойдемте. Мои дорогие, смотрите, картошечка у меня варится, вот я не буду, чтобы экран не задымливался. Пока картошка варится, мы с вами приготовим сейчас тесто. Можно использовать, у нас пирожки будут на кефире, вернее на кефире, но я буду готовить на сыворотке. Вот такая сыворотка хорошая, домашняя, здесь много очень остатков, даже творога он плавает там. И хочу сейчас вспомнить, как одна женщина писала, что вот сода воняет, воняет, неправда. Это рецепт моей бабушки. Сода насыпается в конце, чтобы она не потеряла свои рабочие свойства. Тесто стоит хотя бы минут 10, никакая сода не воняет. И не нужно здесь, как говорится, тень на плетень. Если у вас воняет, значит вы или много соды бросили, или она у вас не свежая. Но поверьте мне, я никогда стараюсь не обманывать, чтобы рецепты у вас получались. Здесь не будет сода вонять, здесь будут пышные, отличные пирожки, такие, как на дрожжах вы готовите. Это пирожки, я помню, у нас столько родственников приезжало летом. Из Москвы, из Днепропетровска, боже мой, у нас везде было. Из Луганска, Варшаврограда. И бабушка, семья большая, нажарит вот такую мысяку с их пирожки. Там она и сказала, так и улетала дэнзоодная, и ничего не воняла. Не то, что мы володь не были. Это очень вкусно было. И она мне передала этот рецепт. И я пользуюсь этим рецептом очень давно. Очень-очень хороший рецепт. Так, все, сейчас я возьму мерку. Мы давайте наколотим где-то на пол-литра сыворотки. У меня полтора литровая, я могу, конечно, вылить и на глаз. Ну, взяла баночку. Хотя у меня есть и мерка, вы понимаете, но все равно вот по старинке, по старинке. Так, сыворотка у меня, она такая, ну, конечно, желательно, чтобы она была чуть-чуть теплее. Ну, градуса, наверное, где-то 25. А нужно, чтобы была хотя бы 36. Но ничего страшного. Так, выливаю пол-литра сыворотки сюда. Так. Так, теперь выбиваю сюда одно яйцо. Одно маленькое. Если нету яйца, можете даже без яйца. Так, одно яйцо. Соли где-то чайную ложечку. Соль. Сахарка. Столовую ложечку. Столовую ложечку. Где-то две, три. Давайте две будем вымешивать потом. Две ложки растительного масла. И перемешиваем эту массу. Я взяла сразу вот эту вот лопаточку. Я вам уже рассказывала или нет, что мне написал или Юра, или то-то другое, что вот эта вот дырочка, маленькая, вот эта дырочка, это для порции на одного человека спагетти. То есть берете сырое, сюда вставляете, и вот одна порция. Ну, я вам скажу, что надо будет попробовать сварить. Мне кажется, что спагетти длинное, такое вот количество достаточно будет. Хотя, ну это, смотря как и дядька, и тетка буду есть. Так. Теперь добавляем муку. Ничего у нас. Пирожки очень вкусные. А продуктов у нас надо очень мало, и продукты очень дешевые. Так, ну что? Я не знаю. Я думаю, полкилограмма пойдет муки сюда. Но я буду замешивать тесто, и вам буду показывать, чтобы вы видели, как выглядеть должно тесто. Тесто должно быть мягеньким. То есть перестало браться за рук. Не, оно будет немножко хвататься, но не в такой степени, конечно, что вообще нельзя ничего с ним делать. Вот как такая консистенция стала, значит, все достаточно. Потому что еще, сто двадцать восьмой тысячный раз повторяю, что если вы сделаете тесто под себя, то есть вам будет удобно с ним работать. Оно не будет приставать к рукам, не приставать к столу. То есть вы много-много муки добавите. Это не показатель, что у вас пирожки получатся хорошими. Пирожки, которые жарятся в масле в растительном, включая сюда и пончики, тесто должно быть очень-очень мягким. Только схватилось, вот сразу нужно уже его формировать и готовить с него изделие. Все. Я сейчас замешаю. Тесто замешивается обычно. Ничего здесь такого. Попробуйте, пожалуйста, пальчиком. На соль нормально все. Больше не надо. Так. Я сейчас вымешиваю тесто до той консистенции, когда уже нужно будет добавлять соду. Вот такое жидкое соду я не добавляю, потому что пока я его еще вымешиваю до готовности, сода уже прореагирует, потеряет свои свойства и будет только пахнуть, действительно только пахнуть. А здесь у нас сыворотка кисленькая, поэтому сода обязательно погасится вот в этой массе. Все, замешиваю. Смотрите, какое тесто. Я буквально еще добавила пол этой кружки и тесто вот такое вот стало. Смотрите, оно не густое, но когда я вот провожу, видите, плавно спускается. Если провести вот так, вот смотрите, видите, бороздочка задвигается, вот, но не сразу. То есть это уже не такое, как просто сыворотка водянистая. Нет, тесто это уже схватилось. Оно вот сейчас похоже на тесто для оладьи. Видите, какое, смотрите. Вот такое тесто. Вот сейчас мы должны добавить соду. Мы добавляем где-то, ну я знаю, чайную ложечку, только без горки. Чайная ложка без горки. Так, и начинаем вымешивать. Все, сейчас сода пока... Не надо, чтобы она тут бурлила прямо. Господи, зачем? Если уже сода бурлит, что вы насыпаете много, значит, это много соды. Чайная ложечка без горки. Так, и сейчас уже начинаем вымешивать тесто. Ну, 500 граммов муки тут я брала. Может, что-то останется на выработку. Но вы у меня такие уже умнички. Кто смотрит мои рецепты, тот уже знает, что вот так должно выглядеть тесто для пирожков, вот так для вареников. Вы уже, мне кажется, ночью вас разбуди, и вы уже скажете, что вот такое тесто должно быть. Для вареников чуть жестче, для пирожков чуть мягче. Куличи и пасхи тоже все тесто не одинаковое. Поэтому я надеюсь, что вы у меня... Ну, что я надеюсь? Я уверена, что вы у меня ученики очень хорошие. И все-все это знаете. Так, видите? Так, добавляем еще муку. Ой-ой-ой, куда ты, куда ты, куда ты? Давай в эту. Ну, не спешите, видите? И немножко оставлю. Начинаю вымешивать. Не сильно болтайте. Сейчас я включаю комбайн. Тесто, тесто замешивающую машину. А вы скажете, а где кнопочка в этой машине? Да где-то есть кнопочка. Вот смотрите, видите, как тесто уже комкуется. Вот когда замешивают в машине, там же такие крюки, и вот крюки эти выбивают тесто. Вот видите? И эта лопатка очень хорошая. Смотрите, еще чуть-чуть муки добавляем. Вот сейчас тесто похоже, знаете, когда куличи делаем. Вот есть рецепт. Я хочу этот кулич приготовить себе на Пасху. Я рецепт, конечно, сниму этот, видео вернее. Но если вы не успеете до Пасхи, то приготовьте напоминальный. А нет, то на следующий год. Господи, доживем до следующего года. Все будет нормально. Так, досыпаем еще муки. Что-то жарко. Картошка валится, нечем дышать. Так. И перемешиваем. Вот здесь уже можно ручкой подбирать. Лопатку можно, уже пока муки много, вот смотрите, видите, лопатку можно очистить. Она помогла нам, она очень хорошая. Так, и теперь за стеночек соскребать и замешиваем тесто. Вот так, видите, какое тесто, какое. Как пух. Не спешите муку добавлять. Немножко еще пристает. Но ничего страшного. Ничего страшного. Так, возьмите пока на ручку масло. И повымешивайте ручкой. Так. И на мисочку. Вот здесь вот муку освободите. Вот так. Я вам просто показываю от А до Я, чтобы вы не сомневались, что, да, ну, как-то вот у нее получается, она все делает за кадром. Нет. Вот поэтому вы мне извините, что долго. Но вы должны видеть, как это все происходит. И вот смотрите. Сейчас я вымешиваю. Да, немножко подхватывает. Маслечко доливайте. Вот так. И вот вымешиваем. Так, ну, мне нужно будет еще немножко муки. Это мы сейчас соединяем. Сейчас я пойду, немножко муки еще наберу. Вот мука приехала. Сейчас все аккуратненько, чтобы одну ложечку не испачкать. Так, и сюда. Одна ложка. Видите, как распыляется этой штучкой хорошо. И вот вымешиваем. Потому что даже если у вас масло, то может немножечко подхватывать, потому что тесто такое реденькое. Поэтому чуть-чуть есть пища. Сейчас задача просто вымесить тесто. Поэтому не надо бахкать сразу. Вот принесли ему гвоздь. Я ложку добавила. И нормально. Так, сейчас я немножко... Смотрите, видите, там есть мусор. Надо пойти это все вытрусить. Собирается мусор. Такое. Так, и вымешиваем. Я даже, видите, на стол мне не отправляю тесто. Вымешиваю его здесь. Краешки подхватываем. И вымешиваем. Мягкое тесто. Очень мягкое. Даже когда мука заканчивается, начинает вроде как хватать. Ну, куда ты не хватишь. Куда ты там денешься. Смотрите, какое тесто. Сейчас я вам покажу. В миске плохо видно, да? Так, чуть-чуть надо на стол. Буквально полношки. Так. Смотрите, тянется. Смотрите, я вас учила. На руку положили. И смотрите, как, видите, съезжает. И тут такое мокренькое. Вот это мягкое тесто. Так, заворачиваем, подворачиваем. Чуть-чуть мучочки. И все. Вот видите, я сейчас выделываю ее на столе уже. Уже все, не берется. Схватилось и достаточно. Покачайте ее вот так. Видите, чуть-чуть пристает до этого. Чуть-чуть. Миллиметрик. Так, теперь, ну тут у нас есть мука, не надо. Так, теперь берем тесто и сюда его, оп, положили. Накрыли. Я уже вам говорила, что я люблю хлопчатой бумажной тряпочкой накрывать. Потому что так тесто дышит. А если вы накрываете полиэтиленом, то не дышит. И конденсат, влага. Зачем нам это нужно? Все. Пусть тесто постоит хотя бы минут 10-15. За это время мы сейчас с вами займемся начинкой. Потому что начинка должна полностью остыть. Так, ну что, картофель у нас сварился. Сейчас я вам покажу. Смотрите, видите, сейчас я... Фу-фу-фу-фу. Сливаю водичку с него. Чуть-чуть оставлю. Не полностью. Видите, там водичка вот есть. Еще чуть-чуть. Ну, буквально, я знаю, 2 столовые ложки. И начинаю переминать этот картофель. Хорошенечко, чтобы не было кусочков. Я посолила картошечку. Сейчас я начинаю переминать. Смотрите, все, достаточно. Что это у нас? А, это у нас пену я собирала, видите. Ну, ничего, я его пересыплю все равно. Так. И теперь мясо, которое у меня было, видите, оно у меня холодное. Сейчас я его отправляю сюда. Мелко я его нарезала. Вы можете его перекрутить через мясорубку. А можете просто-напросто перебить погруженным блендером. Но я не хочу, чтобы было пюре мясное. Я хочу, чтобы кусочки мяска чувствовались. Поэтому вот я делаю таким образом. Видите, жирок прямо уже застыл. Хотя у нас там было немножко масла растительное, вы помните. Ничего мы больше не добавляли. Так. Сейчас я вытаскиваю эту всю токушечку. Картофеледавка называется. А у нас, скажем, токушка. В каждом народе, наверное, в разум называется так. И теперь мы соединяем вот так вот ложечкой. Как бы вмешиваем мясо в картошку. Ну, здесь, мне кажется, уже не надо сильно умным быть или сильно большим профессионалом. Надо просто соединить картошку с мясом. Чтобы было... Видите, вот смотрите. Там у меня картошка, видите, вот там, вот там. А здесь одно мясо. Масса должна быть однородной. Вот, смотрите, видите. Не про мясы. Поэтому мы должны хорошенечко все это соединить. Нижний слой поднять наверх. Вот так, видите. Отлично. Структура начинки очень хорошая. Вы можете добавить немножко специй, перца черного. Это по вашему желанию. Так, все. Я перемешиваю до однородности, потому что вы видите, что однородности еще нет. Здесь, чтобы не чиркать по дну, я возьму лопатку, которую перемешивала. Так, ложку-то не убирайте, будем начинку ей добавлять. Так, и лопаточкой, смотрите, видите, она прямо сама лопатка это все распределяет. Лопатка очень умная. Переворачиваем. И вот так вот делаем начинку, перемешиваем. А это что? А, это случка. И оставляем, чтобы начинка полностью остыла. Ну что, мои дорогие, продолжим работу с нашими пирожками. Так, тесто я беру. Смотрите, оно у нас не выросло, но немножко так вот вроде бы растеклось. Так, сейчас я посыплю стол мукой. Вот подальше там буду выкладывать. Смотрите, видите, какое оно? Видите, пристает к рукам сразу. Я взяла. Надо руки в муку. Муку руки надо. Вот так, вот так, прямо раз и все. Так. И теперь делим на кусочки. Хорошенечко мукой стол присыпьте, потому что, чтобы кусочки не пристали. Давайте вот такие вот. Вот. Как такое большое яйцо. Или как средняя картошка, да? Вот такие вот шарики мы выдавливаем через руку. Если вы через руку не можете, можете сделать жгутик. И с жгутика нарезать такие... Жгутик это змейка. И с этой змейки нарезать такие шарики. Но это не тяжело через руку. Главное, вот здесь пальчики смазывайте маслом, господи, мукой. Вот так, раз. И бросаете. Как учила Лариса, помните? Я вам покажу. Что сначала те, которые раньше бросили, делаем. Даже если это пирожки на кефире. А те, которые поближе к вам, это последние. Значит, мы будем их делать последними. Смотрите, ничего сложного нет вообще. Смотрите, пожалуйста, отключились, потому что поздравления. Спасибо, Толя Цупыряк, поздравил меня. Это с мастер-шефа парень западной Украины. Такой хороший паренек. Мы с ним что-то потерялись у нас в связи. Работает он в ресторане. Хотя он по специальности юрист, представьте себе. Неплохой такой парень. Интересный, конечно. Но вы же поймите, то, что было на мастер-шефе, и то, что в жизни, это две большие разницы. Поэтому не думайте, что люди, какие вот на мастер-шефе, это же шоу. Там такие, знаете, на нас как посмотрели, как будто мы дурачки какие-то. А мы нет, мы не такие. Так, вот смотрите. Я так сказала, да нет, мы не такие. Вот здесь, мне кажется, чуть-чуть больше. Поэтому добавим вот сюда. Так, я вам сейчас покажу, что у нас было. А, вам видно. Вот смотрите, видите, у меня ряды теста. Все. Теперь это тесто, которое ближе к вам, будет у нас последнее пирожки. А мы будем брать вот оттуда, вы не видите, и издалека будем нырять туда за тестом. Так, сейчас я немножко руки приведу в порядок. Так, что, приступаем к лепке пирожков. Берем дальнее тесто, катаем кружочек. Серединка у нас получается потолще, а края потоньше. Не бойтесь, можете муки немножко добавлять, чтобы вам было удобно. Хотите на столе, хотите на руке. Вот давайте попробуем сделать на руке. Начинка. Начинка я, конечно, очень много добавляю, поэтому... Ну, мы же для себя, правда, не на продажу. Так, теперь берем два конца, соединяем, подбиваем. Вот так вот делаем его, поднимаем аж от основания. Хорошенечко слепили. Теперь взяли контрольно косичку, пролепили. Вот так вот покидали. И мукой присыпали. Давайте немножко уберем вот здесь. И вот так вот швом вниз выкладывайте. Пока просто выкладывайте. И я поставила сковородку, налила туда масло растительного. Вы помните, да? До половины пирожка должно быть. Вот на столе я вам показывала, как делать. Мне лично удобно на руке. Смотрите, я раз пальчиком начинку, потом хоп, потом поставила. Хотя можно не ставить. Так, и... Положила. А то у меня спрашивали. Вы что, видите, поставили, заставили? Я не знаю, положила. Контрольно. Видите, какое мягенькое, мягенькое, мягенькое тесто. Прямо все отпечатки пальцев видны. И швом вниз на стул. Дальше. И старайтесь подбирать здесь муку, там, где у вас были заготовочки лежали. Подбирайте мучичку, чтобы у вас на столе ничего не оставалось. Вот так вот. Вот так вот. Вот куда ты вылезла? Раз, смотрите, уже кругленько, да? Так, давайте еще на столе. Так. Поднимаем краешки. Оп. Раз, два, и три. Теперь приподнимаем сам пирожок вот так вот. Видите, как лодку делаем, крейсер. Так. Теперь на ручку и заворачиваем. Очень мягенькое тесто. Видите, прямо вот, как я держала на руке, так вот и отпечаталось. Так. Сюда его. И дальше. И так вот формируем. Сильно мукой не увлекайтесь, вы будете видеть, когда работаете с тестом, вам видно, добавить, не добавить. То есть, если не комфортно пристает, чуть-чуть добавьте. Само тесто-то у нас мягенькое, а тут добавьте чуть-чуть. Видите, вот пузырится. Видите, какие пузырьки? Вот это сода работает. Ну, я не знаю, как передать вам. Понятно, что я сделаю пирожки, а вы скажете, да, она же врет, она же врет. А вы знаете, я вам скажу, вот человек, который все время врет, он и начинает утверждать, что все вокруг тоже такие брыхунцы. Вот я точно это уже знаю. Сколько я людей встречала. Знаете, мне иногда просто интересно, что пару, пару человек, и я специально их не блокирую. Пусть пишут, пусть пишут. Пару человек пишут такие гадости. Они, наверное, думают, что мне 17 лет, маме моей тоже 17 лет. Люди добрые, да я же уже спасибо вам за такое мнение и такую-такую оценку. Но 17 мне было так давно, поэтому не надо нарожаться на неприемность, как у нас на Украине говорят, потому что Алла может ответить и очень хорошо ответить. Зачем выводить меня? Скажите, пожалуйста. Просто не надо. Так, не хочу говорить об этих плохих людях, а что-то на языке опять. Вот возьму, начинаю это делать. Вот думаю, о-о-о, все, даже знаю, знаю же, кто будет критиковать. Знаю. Так что много чести, да? Так, все, мои дорогие, я продолжаю. Ничего тут. Вот масло на маленьком огне пока разогревается. Я сейчас быстренько все это сделаю. И старайтесь так вот начиночку, но может сразу у вас так не получится, что у вас же все-таки еще действительно глаз и рука не набитая. Старайтесь, чтобы начинка, которая у вас есть, и тесто, вот и того, и другого, чтобы вас хватило. Вот как-то мы с вами работаем, вы заметили, что все прямо у нас чики-пики. Вот и тесто, и начиночка, и, например, там глазурька, всего у нас хватает. То есть мы с вами такие молодцы. Вот все, побросали-побросали, как котлетка по-киевски, вот такой цилиндрик, и на стол. Так, и дальше продолжаем. Такие пирожки я сформировала, но перехвасталась. Смотрите, две ложечки начинки у меня осталось. Ну, не страшно, начинка очень вкусная. Сейчас Сашуня придет, раз возьмем, два, и уже ничего не мая. Так, мука, смотрите, сколько у меня осталось. На столе, видите, муки совсем-совсем мало. То есть в этой муке я сделала все эти пироги. Так, ну что, масло разогрелось. Сейчас я проверю, вот маленький кусочек теста оторву. Ой, Господи, вот такой вот. И проверю, возьму вилочку, как у меня масло нагрелось или нет. Да падай, Господи, глядь, пристало. Так, шипит. Значит, мы с вами сейчас переезжаем к плите. Видите, вот бросила. Добавим чуть-чуть сейчас мы огоньку. И берем первые пирожки, которые мы делали первыми. Помните, мы их выкладывали в ту сторону. Так, можно на столе их. А можно просто вот так вот на ручке. Красивенько вот так придать им форму. Шов, видите, внизу у нас. Вот так. Бабушка моя еще скалкой раскатывала. Так. И теперь вот так немножко подержали, он подтянулся. И выкладываете на масло. Следующий. Сильно большой огонь не делайте. Вот вы взяли шов вниз, приплюснули с двух сторон. Видите, руками они сильно в муке не берется. Теперь за краешек подержали, он вытягивается. Видите, вот вытягивается пирожок. Вот так. И сюда на сковородку. Вот так. Три штуки будет достаточно, чтобы удобно переворачивать. Смотрите. Пальчиками раз. Два. Форму. Теперь за краешек взяли, потянули. И с другой стороны. Он сам, сам вытягивается. И сюда. Вот такие ровные пирожки. Пока пирожки жарятся, мы должны сейчас приготовить емкость для пирожков. Это будет глубокая миска. Мы сюда настилаем полотенца бумажные. Вот так. Очень хорошо здесь использовать, знаете, вот такие вот пакеты, которые в магазине хлеб дают. Там хорошие такие лащеные. Или же пергаментную бумагу. Но я пользуюсь вот такими вот полотенечками бумажными. Так. И теперь смотрим, чтобы у нас тут не подгорело. Сами регулируйте. Смотрите, как надуваются. Видите? Какие пузыри. Регулируйте. Потому что, если сильно будет масло кипеть, сильно большой огонь, то будут гореть. Если сильно маленькие, пирожки набираются жира. И тогда они невкусные. И даже могут не подняться. Поэтому смотрите сами по своей печке. Вот у нас газ горит сильно. Желтым, зеленым, красным. А вот он не нагревает. Чайник стоит в чайнике. Две чашки. 20 минут закипает. Вот такой газ. Это такое качество газа. Нет, еще чуть-чуть. Так. Обжариваем. Ну, я вам покажу, когда буду пирать. Моя бабушка еще, знаете, что делала? Она вот так вот вилочкой колола. Вот так. Тогда жир в середину попадает. И, ну, это когда вы делаете с начинкой, которая мокрая, чтобы тесто не было сырым. Но у нас начиночка такая хорошая, не мокрая. Все у нас будет very well. Что? О, давайте переворачивать. Смотрите. Смотрите, какие барбосики. О, золотистые, да? О, золотистые. И видите, масло доходит до половины пирожка. Не надо наливать во фритюр. Во-первых, это расход. Потом, ну, зачем нам сколько масла? Это вот до пол пирожка. Пирожочек поднимается. Смотрите, как он увеличился. Высоту стал. Высокий, высокий. Так. И теперь, вот пока у меня есть еще пирожок горячий. Вот этот вот способ, Ларис, я его пользую. Чуть-чуть вот так вот соли. На пирожок. Но если попадет соль немножко на масло, это очень хорошо. Масло не будет гореть. И смотрите. Вот я сейчас добавила температуру, чтобы у вас не горели. Смотрите сами, что вам нужно делать. Убавлять или добавлять огонь. Так, все. Пусть обжаривается. Что, давайте еще раз перевернем. Так, это этот кусочек, который мы бросали. Горячая. Смакота. Так, и теперь беру мою тарелочку, замощенную бумагой. Вот так немножко придерживаю к стеночке, чтобы жир. И на ребро. Я вам все сейчас покажу. На ребро знаете почему? Вы же знаете, да? Да, правильно. Для того, чтобы сбежал весь лишний жир. Так, все. Продолжаем дальше. Здесь мы можем накрыть эту миску с пирожками салфеточкой. Они станут мягче. Так, еще раз вам показываю, как я делаю пирожок. Масло пока не доливаю. Подержали за кончик. Секунда. Все потянулся. И выкладываем. Дальше. Ничего сложного нету. И страшного ничего нету. Пусть первый раз не получится. Да нет, да все получится у вас. Господи. Ну, это же не космический корабль. Мои золотые. Все получится. Подержали. Подержали. Выложили. Раздвинули вот так чуть-чуть. И покололи. Раз, два. Все. Пусть обжаривается. Следите за огнем. Давайте перевернем уже. Ох, даже чуть. Видите? Эти пирожки великоваты. Им тут втроем очень тесно. Ах, красавцы. Не мали. Такие добрячие пирожки. Все, пусть обжариваются. Так, переворачиваем еще. И сейчас немножко дольем масло. Так. И сюда. Ой, к общей массе. Смотрите, какие сухенькие пироги. Смотрите. Нету ни грам... Ах, ой, горячее. Ни грамулечки масла. Так. Думаю, что там, как будто кто-то идет. А ну, кулек висит целопановый. И вот так вот, видите? Все. И накрываем. Так, сюда доливаем чуть-чуть масла. Ой, какой большой бутылочки. Чуть-чуть, немного. Вот так. Видите? Масло чистое. Мука у нас не горит. Вот так у вас должно точно быть. Все. И опять то же самое. И вот так. Масло, видите, быстро накаляется. Долила, но все равно уже шумит. И еще один. Вот так. Все. И вот таким вот макаром, а, поколоть же. Ну, вы можете колоть, можете не колоть. Если я делала, как делала моя бабушка, то я поколю. Царство и небесное. Боже, какой человек был. Так, все. Обжариваем. Смотрите, вот заготовочки наши лежат. Я уже начала. Если у вас на руке не получается. Вот там мука, на которой лежали пирожки. Вот просто-напросто раз. И прижимаете к столу, делаете где-то пирожок сантиметровой толщины. Смотрите, видите? Все. Он отлично отделяется от поверхности стола. Вот, растягиваете. Видите? Старайтесь вот так, чтобы он был. Не надо его, чтобы он был. Вот, вот. Вот, как листик. Вот так, видите? И все, и никакой сложности. Не получается так, давайте так. Но только смотрите, пирожки, если у вас много лежит пирожков здесь, и вы обжариваете, накрывайте их хлопчатумажной тканью. Или пленочкой, чтобы не заветривался век. Потому что если век заветрится, то будет корочка и пирожок будет таким жестковатым. Поэтому прикрывайте. У меня тут немного, поэтому я не прикрываю. Ну, а вы прикрывайте. Видите, как быстро мы выжарили все пирожки. Смотрите, вот я вам хочу показать масло. Видите? Чуть-чуть мука такая. А масло светлое, не черное. То есть на умеренном огне вы жарите пирожки, и у вас так все получится. Смотрите. Опа! Смотри, какая куча получилась пирожков. А эти еще горячие, конечно. Но, давайте вот первые горячие тоже. Смотрите, какие они мягенькие. Видите? Смотрите, какое тесто. Пусть немножечко остынет. Я укушу и покажу вам, какие же они на разрезе. Что? Эти пирожки пусть сейчас Димону позвоню. Пусть придет, возьмет. Вот. Да и Сережа с Ларисой понесу. Вот смотрите, на тарелку положила. Вот сметанка. Сейчас мы попробуем. Так, горячие, конечно, еще. Давайте вот раз. Смотрите. Смотрите, какой он дырчатый. Вам видно, что тесто не слипшееся, а дырчатое. То есть, як пух, как моя бабуся казала. Тесто як пух. Давайте попробуем. Ну, горячие, конечно, я не очень люблю. Но все равно. Вот так со сметанкой. Сейчас я кушу. Я сейчас вернулась в детство. Я вспомнила мою бабочку. Бабочку, бабочку мою. Боже. Як вона? Алла, я иду в школу. Она каже, Алла, что ты приготовишь? Я говорю, блины с мясом. Перешли с картошкой. Жарную картошку. Прямо как в ресторане все заказывала. Вернуть бы сейчас все обратно. Но так не бывает. Но пирожки, я заберу эту половинку, очень-очень вкусные. Вы видели, что мы приготовили быстро. Сколько у нас тут времени пошло? Ну, полчаса от силы. Если начинка у вас уже готова, а вы вот, я вас все время прозываю, что осталось у вас мяско, не надо его всовывать все в блюдо. Ой, пусть будет много. Да немножечко отберите, да в морозилочку положите. А с морозилочкой достали, вот такая начиночка у вас приготовилась. Поэтому послушайте меня. Может, вы не хотите все время меня слушать, но вот в этом случае послушайте меня и приготовьте такие вкуснючие, такие простючие пирожки и с такой начинкой. Ну что, я съем и поговорим дальше. Вкусные пирожки. Идемте. Не завелась я, не. На улицу пообщаемся. Сережа приходил. Я хочу пожарить картошку. Саша, идем пожарим картошку. Ну, это же видно, что уже здесь круто вертен. Праздник. Ну, как же так праздник и по 100 грамм не выпить. Ну, ради праздника можно. Хотят жарить, жарят. Пойду посмотрю, что они там будут жарить. Так что пожарят картошку, может, опять, наверное, таки посидим. В карты поиграем, может быть. Ну, такой праздник же понятно, что мы же не играем. Мы просто играем. Знаете, что, месить просто тип. Аля, а там кто-то приехал, кто-то уехал. Вот мы играем в карты, не знаем. Может, кто-то скажет, ой, я бы хотела лото, но я не видела. Надо купить себе лото, а может, у кого-то старое есть. Пришлите, как говорят, о, сейчас попрошанничаю. Да, я попрошанничаю. Пришлите мне, пожалуйста, лото у кого есть. Хотела уже на этом закончить, но пойдем же посмотрим, как там картошка пожарится. Хотя на улице вот дождь накропает, а им картошка. Ну, как жарить. Я тоже так думаю. Показать, что, знаете, когда воскресенье, праздник, и нету погоды, это никого не останавливает. Потому что можно пожарить шашлык, картошку, рыбу, если использовать вот такой большой зонт. Это мой зонт с рыбалки, вы помните? Вот мальчик, здравствуйте. Смотрите, какую вкуснятину жарят. Ой, вообще, вы не представляете. Жареная картошечка. А соль нормальная? Надо шумолкой, чтобы стекать. А, ну, стекает там дырочки. Не соленая. Не соленая? Вот так сверху представите, ага. Мало соли. Ну, соль же, знаете, не до сол на столе. Да, я пробую вроде нормально. А мне привет дать. Ну, соль я не угадываю. Как обычно, нормально. А мне не соленая. Еще и масло осталось все. Что-то тебе тут висит. Красота. А пахнет шашлыком. Признавайтесь, а где вы мясо делите? Одна картошка. Одна картошка. Ну, не надо. Капуста есть еще. Господи. Картошка-то, это горячая. А Данька что делает? А, винчастник крыши, да? У вас, короче, мужской коллектив весь готовит. Меленько-меленько. А где мама? А где маман? Да маман пришла. А у нас, видите, немножко погода испортилась. Ну, не страшно. Слушайте, хлопцы, у нас немае проблеми. Хочут картошки, жарят сами картошку. Надо что? Да пошли, что делать? Хочете, жарьте, пожалуйста, и нас угощайте. Ой, один нарциссик разцвел. Ой, витра немає, но цей дощ, ця моряка. Господи, на что вона нужна, оскажите? Работы сколько? Хорошо, сейчас я подтянусь. Решили в карты трохи пограть. Опять, опять в карты, да? В карты опять? Це ж надо одеться, підожди, бо холодно. Смотрите, какая клубничка здесь хорошая, да? Я думала, что знаете, якби такий дождь хороший пришел, щоб хорошо все промочило. Тут так, воно просто брызко-брызко, що це брызко, не воно нічого не дасть, воно земля ще, че суха вся, бачите, що робиться. Таке, це таке. А, я вам хотела показать, смотрите, какой у меня нарциссик есть, вот начинает цвести, смотри. Видите, какой взъерошенный, ага. Поздненький, позже цветет. И он один куст. Вот там были у меня эти кусы нарцисса, я их рассадила. Смотрите, какая смородина уже. Видите, буквально все на глазах. Черный принц, весь цветет на всю, полностью. Все прямо уже, вот, встаешь утром, и уже все другое. Вот цветы. Лилианочка, это такие цветочки, которые я тебе переслала. Если они к тебе, конечно, дошли, что не вытащили. Это красивые, такие кусты, с зелеными листьями будут. И еще я тебе переслала, Лилианочка, белую флоксу, потому что ты будешь меня спрашивать. Вот она у меня есть. Я хочу, чтобы у тебя тоже она была, она такая белая, красивая. Пахнет, пахнет. И, знаешь, сам цвет красивый. Так что, ну что, пошла одеваться тогда. Мы повычерили хорошо, да? Чем повычерили, чем повидел, что-то так. Не, вычеряв же, да? Но я не завычерю. Смотрите в банке, видите, вот банка, и там два кольца, лимон и апельсин. Это березовый сок. Лариса делает, вот так закрывает. Между прочим, очень вкусно. Говорят, что вот видите, вот в чашке у меня, видите, там, такой не сладкий, нейтральный вкус. А вот наша рыба, видите, какая большая рыба. А что, стесняются даже прямо ест. Это зло рыбы хочется. Все наелся. Ну, Ковальчук, тебе тоже рыбы хочется, поэтому ты не не ешь. Так что, такой вот березовый сок, но уже все, уже время сока прошло. Ну, следующий год, если доживем, то, пожалуйста, все идем за березовым соком. Ну, что, мои дорогие, сейчас взяла чашку, сделаю себе кофе. Видно вам меня или нет? Наверное, сильно высоко. Сейчас я вас немножко подниму. Сейчас секундочку, вы меня увидите. Господи, вот все, да? Вот так. Вот эта майка у меня, все время я его поправляю, потому что, знаете, дома ходить нормально, а вот с вами вылазит из-под кофты. Ну, ну, что? Вот так вот и день подходит к концу. Отдыхали, в церковь съездили, пирожков сделали, картошки нажарили, немножко посидели, пообщались. Ну, я просто пришла закончить репортаж. Сидят они там, сейчас еще поиграем, карты решили. Еще все-таки, вот смотрите, сейчас только час дня. Час дня, сколько дел уже переделано. А вот теперь все остальное время отдыхать. Я просто пришла, потому что у них нету кофе, я наберу себе кофе и буду пить кофе. Так, ну, что вам сказать? Я желаю вам в этот праздник не только думать о том, что, знаете, еда, 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 да, еда, это очень хорошо, но сегодня вот я была в церкви и поняла, что сколько людей вот ищут, знаете, дети такие вот маленькие, уже взрослые, подростки, молодежи очень много. Это радует, что люди ищут защиты у Бога, люди верят в Бога, люди хотят лучшей жизни. Но мы должны на что-то надеяться и верить, что лучше все-таки, конечно, у нас жизнь будет. А вот эти вот праздники, которые и, наверное, неделя перед Пасхой, Пасха, это самое великое, это самое великое свято для нашего народу. Хоть католическая Пасха, хоть наша, все равно это как Рождество, это такие большие праздники, что каждый старается, знаете, сварить самое лучшее блюдо. Если кто-то там на посту был, хороший кусок мяса приготовить. То есть полностью уже это финал этого поста большого, и стол должен быть действительно хорошим. Поэтому мы тоже подойдем к этому плавно, приготовим, ну, я не знаю, что будет, что Бог пошлет, то и приготовим. Не буду планировать, не буду заговаривать наперед. В холодильнике у меня там есть, конечно, рыба, есть и рулька, наверное, рульку сделаю, только не на кости, а проварю, отделю кости. Короче, все увидите. Я сейчас готовлю все, даже вплоть до того, что жареную картошку, вы видели на костре, я вам показываю, потому что вы тоже это можете приготовить. Вот такое простое блюдо, которое не требует ни материальных затрат, ни временных затрат, и дрова собрали самые, сюда на эту сковородку не надо, там фруктовые. Любые дрова, какие у вас есть, вы можете использовать, потому что вы, если не будете жарить шашлык, а только сковородка, все, проблем никаких. Было бы желание, опять-таки, было бы желание здоровья. Поэтому я желаю вам только здоровья. Пусть Бог помнит о вас, о ваших семьях, о нашем народе, о вашем народе каждую секунду, каждую секунду, но и мы должны помнить о Боге и, знаете, не обращаться, когда вот вообще, на моготу совсем плохо, как говорится, совсем торба, тогда мы вспоминаем о Боге. Так, наверное, делать нельзя. Но так почему-то у нас получается. Все, смотрите мои видео. Если не так, извините, если что не так, подсказывайте, давайте рецепты будем готовить. А то вы что-то успокоились, вообще не даете мне рецептов, непонятно. Я же хочу у вас учиться. Я же не все знаю. Боже, я ничего не знаю. Я знаю то, что у меня бабушка научила, что немножко посмотрела у подружек, что посмотрела в интернете. А есть же блюдо, которым уже по сто лет, и люди готовят его, и это семейное блюдо. Не жадничайте. Давайте сюда рецепты. Хорошо? Все. Пока. С праздником вас еще. Готовьте скоро Пасха. Так что, у нас очень тяжелая будет эта неделя, и куличи печь, и яйца красить, и все готовить. Алла, остановись. Ты уже попрощалась восемь раз. Девятый раз прощаюсь. Пока.